Субтитры делал DimaTorzok 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 но тут проблема в том что все упирается в имущество то есть если разве разведусь я очень многое всего потеряю тут вижу все как вот сейчас в квартире я ее постоянно прощай понимаешь она она мне звонит такой простит рыбыр я изменюсь я все это верю и в итоге все наоборот опять так же случается это прям какой-то вообще кошмар не знаю блин девчонка должна быть нежный милый без денег сейчас будет вот опять будет где деньги сто пудов она мне позвонит и скажет где деньги типы или на извиняться насчет деньги не кончатся ели на карточку постоянно скидывается где деньги начнет извиняться корни день кончится сто пудов так будет а мы раздумно живете нет у меня просто когда у него в сдвиге и вот такое я умею сюда квартиры есть вот я сейчас в другой квартире она должна она там с ребенком но ребенок не мой даже как я имею ввиду я и уже взял с ребенком когда женился она уже с ребенком вот тут общаясь может и я просто общезду может кто-то какой-то отдельный совет даст какой-нибудь как психолог тут иногда просто психологи бывает я тут иногда бывает сижу психологи попадаются муж когда кстати нет я к сожалению психолог но я же не знаю все ситуации мне там надо жизни узнать рассказать что держит как помогла помочь оттуда я смотрю вот из-за чего все началось короче мы решили сходить ну у нас там приехала шоу каскадеров вот я купил билеты вот естественно после работы пошел на стадионе было я ее ждал она пришла там минут за пять как обычно опоздал и будет сколько ждать на можно я там красилась одевалась для кого-то красилась одевалась во первых вот и это мы пришли на стадион а там уже за пять минут все уже заняты все места вот не можешь найти место для меня там на двух первых местах сразу же занимать места ты там не серьезный не мужик и вот все это потом началось после вот этих каскадеров все это дома потом привелась скандал типа ты не мужик не делаешь и все я дому по дому делаю и вообще типа я главный семье нифига себе кто деньги зарабатывает и так далее короче там полный шлак и вот у него начинается психоза вот эти вот вот я наверное такая же только без рукоприкладства для меня такая ну дай бог чтобы до такого не доходило чтобы конечно не доходит но мне тяжело найти отношения наверное за этого просто поначалу то все хорошо идет вроде человек видит адекватные милые добрые да а потом я начинаю уже знаешь как бы за будущее глади смотреть такая типа так а почему ты это это не сделал а почему то есть лишь какие-то реально детские причины не знаю вот будто бы мне тоже давно заложено под корочкой что мужчина допустим это я должен делать хер его знают это конечно мозгоёвка с моей стороны конкретно вот смотри вот мне тоже закладывали много чего то есть как женщина домохозяйка женщина там деятельности должна быть тыры-пыры-пыры-пыры я стал нетребователем к этому потому что сейчас такого не найдешь вот и мне кажется и также и женщине надо к мужчине да скорее всего так есть просто нужно его компенсирует вода и не заморачиваются то есть я слишком молодая чтобы еще думать о семье надо было немножко карьерок все превыше я еще хочу там вышку получить как бы немножко двигаться по карьерной лестнице нежели чем по семейной линии поэтому то есть и пока бизнес у нас наше бизнес будет конечно эти поищу окна на ради прикола больше как стрельни вдруг судьба слушай а вот мне интересно вот вот если ты найдешь парня он в первую очередь должен быть как думаешь как мужчина каким тот который не боится брать на себя ответственность наверное так чтобы он был серьезен к таким вещам чтобы он был как бы ну говорю да чтобы мог взять на себя ответственность не боялся этого не было соответственно классика какие требования к мужу кори глазу желательно и желательно или игорь а насчет бабла чё там как это неважно все приходит да ладно а насчет а по дому чё должен делать или нет по дому я все буду делать мужчина вообще ничего не должен даже ремонт делать по дому ну в смысле я буду дома а нам нужно часы батарейках батарейки в час неплохо 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 не то не бьешь что не бьешь не бьешь не абьюзишь я бью и реально ли угораешь нет и серьезно то есть ты абьюзер да офигеть слушаем именно мил достаточно с моей жены абьюзерша ты еще тут абьюзерша же есть а чего какие все стали в последнее время мужчин бить я не бью меня вот это плохо вот это плохо а что плохо бить друга разве хорошо бить друг друга особенно когда в тебя утюги летают нет перелом нет чул вот видишь кому-то качин что что значит был повод кинуть и клубки конечно я должна как у нас какой то что не оказывается не мужчина и всегда все должен но не выполняю этого вот и слились молодец молодец думаете за то что я постоянно что-то должен но не выполняют как вам сказать ласково утюг меня пролетел от моей любимой ухты что ты его не поймал или поймал наоборот как видите поймал но пальцы улетели туда ой блин кошмар а чё натворили оба не знаю оказывается я постоянно что-то должен но не выполняю ну это по-любому и причем не первый раз не прилетает я имею в тот раз ногу не сломала так что я не знаю но у нее какой-то психоз начался года два с чего не знаю без понятия с чего не знали начался ты про это самое про мониторинг а как я не знаю как вообще предотвратить женский абьюз и абьюз но хотя бы просто подпрашиваешь подвергла тебя кинуть меня зачем ты мне сломала ногу ну типа то что я не мужик я вот это все начинается ты тряпка и в меня летит я не фигасе нормально а ты не мужик проявляется аргументировали ну истерика начинается психоз ну и вот вот из чего все началось у нас был шоу каскадеров ну в кирове мы пошли на стадион вот и все тут началось типа я должен был сразу как вошли на стадион искать место свободы там короче все это найти самый лучший что все все было хорошо видно там уж свободная посадка была вот что все хорошо было видно для нее и вот типы я должен все это заранее был подготовиться и и мысли прочитать и все началось все оттуда а ранее ранее потом все это дома пошел делать заранее место придумать заранее удобно сделать или нет ну как заранее слушай я купил билеты там была свободная посадка я же ее ждал мы как бы я ее ждал чтобы пропустим у меня билеты были она же это у нее билеты не было то есть я ждал что вместе мы прошли вот мы прошли и типа я должен был сразу пойти вперед прям и быстрее место занять хорошее пока она там идет а сколько мы в браке с ней 7 лет а вообще 9 лет вместе но по-моему зачем или 9 лет можно выучить друг друга от а до я и понимать кто на что способен либо ты принимаешь либо не принимаешь вот слушай у нее такая вот фигня началась где-то года два вот как назад может кто-то появился тот который может решать ее вопрос какие-то ее прихоти и желания ну вот я вот не знаю насчет этого может быть без понятия просто когда у него когда у него начинаются такие вот как говорится за ее я ухожу на другую квартиру сейчас я в своей квартире вот и когда у нее кончаются денежки еще чего-то она на место название типа прости извини я такого больше не будет я изменюсь все в этом роде и я как дурак верю тип она изменится но чё делать не знаю как эту фигню предотвратить я не знаю психологу сходить но был я у одного психолога он мне сказал типа это в тебе проблемы тебе в тебе тебе надо измениться подстраиваться под нее я нифига себе жесть ну ну я бы так ну я психологам не верю ну не то что не верю я считаю что если есть возможность разобраться самим нужно разобраться самим максимум минимум что можно сделать просто сесть и все обговорить не можешь обговорить напиши на бумажке письмо ты можешь текстовое там ватсапе где-то напиши текстовое письмо в чем твои причины проблемы что ты хочешь от нее и пусть она тоже самое сделает и вот попереписывайте если вы не можете друг другу сказать лицо и вы к чему-нибудь по-любому придете ну 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 вот и все от этого только убежал не но типа у нее какие-то в последнем то что я прям все должен от и до и по дом я уже по дому все делаю готовлю типа она устала а я а ты деньги зарабатываешь ну естественно ну ты можешь обеспечить семью так я и обеспечиваю тогда я не понимаю чего не хватает знаешь что если ты обеспечиваешь семью если сделаешь дело по дому и ты все равно не угоден это он не сто процентов кто-то поедет ну вот у меня было так чего как-то человеку иди найстер иди найстер а ты вроде бы хороший такой и замечательно значит кто-то есть на стороне ну у меня такое предположение я думаю что так я думаю что так ну мне стоит развестись или как нет зачем разводиться нет ну можно пообщаться узнать и поговорить об этом я просто ну я уже говорил я просто боюсь то что мне опять пролететься сейчас типа я ее прощу тыры пыры по телефону поговори по переписывать мне напиши ну я говорю первого после первого раза я все писал после когда меня нога была сломана я ей все это поверил то что она типа изменится в итоге фиг вам называется я боюсь что 3 3 раз будет печальный ну вот я просто меня единственное что останавливает развестись это то что если я разведусь я все потеряю ну знаете ли ну знаете ли надо чем то жертвовать тогда как мечталось так и сталося а еще мне сказать осталось до свидания спасибо за внимание вот тут и сказки спасибо 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 так Продолжение следует...